Приветствую всех, друзья! Мы продолжаем играть в седьмых героев, второй закрытый бета-тест, и мы знакомимся с фракцией Лесной Союз. В первой части видео мы отыграли неделю, познакомились с основой юнитов Лесного Союза, и у нас вторая неделя. Итак, подбираем драконью сталь, возвращаем назад армию для грейда, посещаем строение, которое нам повышает длительность хода и удачу. Так, теперь посмотрю, каких юнитов передать. На этот ход я хочу погрейдить охотников, а на следующий, в принципе, можно какого-нибудь другой стэк из основы. Забегаем домой. Не хватило у меня очков движения. Давайте строим грейд. Наймем сразу существ. Опять почти все деньги, да, мы забираем. Сити холл можно поставить 5000. Давайте сначала необходимых юнитов выкупим. Так, плюс нам еще нужно деньги оставить на наших текущих юнитов. А если мы будем улучшать дриад 1200? Фейк у нас тоже немало, а у них безответный удар, сука, инициатива. Дриад просто у нас уже большой стэк есть. В принципе, наверное, фейк лучше погрейдить. У них инициатива и безответный удар. Погрейдим лучников и следующий ход построим грейд пикси и их тоже улучшим. Средний. Если этим героем напасть, сундук тут забрать, чтобы основным не идти. В принципе, можно попробовать они как бы четырехклеточные, единичками закрыться. Вполне я думаю, что получится. Тогда этим героем мы подбежим поближе, чтобы получилось передать или уже забрать самому подойти. Так, лучников мы загрейдили. Давайте улучшения построим. Фейк. Максимально их выкупаем. Вот у нас 70 уже грейджных фейк получилось. Осталось у нас дриады, не выкупленные. Так, вот с такой армией что мы можем сделать? В принципе, небольшая опасность. Сюда, потом до этого флага и я думаю, что практически успеем передать. Ничего страшного, если небольшой ход подбежим. 130 хп. Вот. Сюда, потом до этого. Так, можно воспользоваться этим деревом, тем, что будет неудобно перемещаться. Посмотрим. Так, 12 жизней добавилось. Дриад поделим. Если что, будем ответку снимать или прикрывать. 22. Так, у лучников все равно полстрелы, зато у них обилка двойной выстрел. Причем он работает только в случае, если первым выстрелом был хотя бы один юнит уничтожен. Так, заклинание, боевой дух. Давайте попробуем. Не добегает, хорошо. Ломаная стрела. Неплохой урон. 50. 54 хп осталось. Давайте лучником оставим, чтобы они могли двойной выстрел суверализовать. В принципе, они и здесь должны выбивать. Да, это будет поэффективнее. 54. 54. Без ответка. Потом это. В принципе, да, нормально. Единичками, если что, закроемся. 54. 54. 55. 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 На прямую стрелу вышел, получил фланговый урон. Сильно не добегает... Сюда, сюда... В принципе, я думаю, что ничего не выиграю. Давайте сразу вот сюда подойду поближе. Давайте, наверное, дальше продвинем. Следование, чтобы больше у него очков движения было. Завершим на этом ход. Передаем армию. Наверное, две от негрыженных оставим, что я думаю, что мы их скоро сможем улучшить. Сами пойдем соберем ресурсы, которые отвоеваны, но не собраны. Низкая опасность показывают нам. Надеюсь, что у нас лучники за один ход будут уничтожать стэк. Так, мы их разделим немножко, да? 3-5 улучшенных феек. 12 здоровья, значит, нам нужно где-то 3, наверное, лучника, чтобы они уничтожали одно существо, производили второй выстрел, соответственно, накладывали метку второго уровня. То есть, если я одного оставлю, он стрельнет и не убьет фейку, и как бы одна метка будет наложена. Если он уничтожает одну фейку, то будет наложено две метки. Так, хочу объединить одну фейку, освободить. Так, и поставим сначала, чтобы лучники стояли. 1-2, а потом основной стэк. То есть, они сначала ярость природы накладывают, а уже следующие стэки с улучшенным, усиленным уроном наносят повреждения. 1-2, да, скорость у них не слабая. Интересно, у них 72 и у нас 72. Давайте выйдемся. Так, ну вот, плюс 8 атаки по ним теперь проходят, и плюс мы им скорость сбили. Это мы на этот ход им сбили. Следующий ход у них опять. Теперь на этот ярость природы налеги. И теперь двойной выстрел. Мы один стэк выносим. Так, безответный с фланга. Так, он ходит первый. Давайте. Так, это я мораль. Мне надо было другое. Инициативу должен резать. Инициатива минус 5 инициативы. Инициатива осталась такая же. Молодцы. Инициатива. Инициатива. потеряли феек не очень понятно думаю что это баг пересчета инициативы более низкий но уходили более ранними как выставлено было в предыдущем раунде давайте теперь сюда попробуем но у нас еще уровень по моему получили мы на 1000 хп принципе 34 инициатива тяжело тяжело будет с ними давайте попробуем тут уже ярость тяжелее наложить так возможно есть смысл делать два стека больная инициатива высокая танцующих и они там еще улучшены еще по кругу всех бить будут будет жестоко да тельный танец 20 инициатива отвлекает тело устанавливает улучников Хотя бы один стек тут задержать, чтобы он до основных не доходил. Так, это доходит до одной, в принципе нормально. 10, 10 осталось. 1, 2, ударить. А нам нужно, чтобы этого стека не было. А это, в принципе, со спины может ударить, да? Но, чтобы этого стека не было, этот стек сюда поставить единичку, он не дойдет. А единичкой отвезти назад, чтобы этот убежал. 6, безответно ударит. Ладно, пока стоим. 4 всего. Маловато. Этот покруг ударит, он еще единичку мне срубит. Хотя первый ходит, вот этот. Он вернулся, интересно. Отлично. Он вернулся. Продолжение следует... Ну так отлетаем, не достает нас. Продолжение следует... Так, девятый уровень уже у нас. Три нераспределенных навыка. В принципе можно... Так, эксперт есть. Геройский мастер. Следующий мы в принципе грандмастера открываем. И потом можно будет навыки судьбы, как я хотел вот до этого, до этой обилки прокачать. Это нам раз, два, три, четыре, пять. Пять уровней нужно. Потом можно уже будет и что-то из другого брать. Так, артефакт у нас сейчас перемещение побольше. Лидерство. Так, берем деньги. Копаем до артефакта. Строим сити холл. Мы уже можем танцующих поставить. Чтобы друидов нам нужно гильдию второго уровня поставить. Двенадцатый уровень, чтобы лани ставить. Собираем ресурсы, берем золото. Друиды. Элементали. Наймать элементалей. Элементали жесткие, ребята. Ресурсы валяются. Странно, что я в своей зоне не нашел шаг драгоценными ресурсами. Так, закончился ход. Тут цель у нас в таверне. Раз, два, три, четыре, еще постройки можно сделать. Давайте магию поставим. Давайте профильный. Профильный, профильный. А у нас профильный. Итак, земля. Что там у нашего героя из школ есть? Мстителя. Земля и вода. Давайте воду возьмем тогда. Второй школой. Лечение. Фортуна. Хорошо. Гильдию, чтобы как раз к друидам пройти строю. Пять тысяч золота была. Хорошая награда. Только руда нужна. В принципе, драгоценные ресурсы не нужны. Второй уровень. Травление. Щит. Так, у нас достаточно денег много. Можно, в принципе, героя еще одного купить. Чтобы армию подтащить. Давайте посмотрим, что у нас из-за героев тут есть. Хотя у нас городской портал еще. Таун портал. Так, смотрим, что тут из героев цель. Лучники, дриады. В принципе, пойдет. Давайте. Заклинание, которое нам производство шахты должно в течение двух дней. увеличивать по юзам. Так, у него навыки стартовые есть. У него исследователь. Исследование прокачано. Можно зайти на уровень и сразу подбор ресурсов без штрафа взять ей. В принципе, Руду мы сейчас это понабираем. А сколько у него манных очков? Тридцать баллов. Тридцать баллов. Один раз можно использовать. Двадцать пять. Двадцать. Двадцать. Фул. Прямая стрела. Особо не за чего биться с ними. Плюс защита. Демонессы. На выбор. Магия, сила или знания. Двадцать. Давайте попробуем. Шестьдесят жизней. Тысяча двести хп. Так. Поделить феек. будем отвлекать жертвовать ими какое-то время конструкты унитет к тьмы 32 инициатива у них ног часа можно убить Продолжение следует... Так, ну один стык мы почти уничтожили, это уже хорошо. Не успеет уйти. Ладно, пускай отдыхится. Пускай отдыхится. Два уровня получили. Докачиваем до грандмастера расовой и начинаем качать судьбу, удачу. Так, что у нас тут с навыками 13 атака, два защита, по четыре. Магия Лимбадок. Давайте магию. Высокая здесь у нас, похоже, золотая шахта. Магия Лимбадок. Магия Лимбадок. Магия Лимбадок. Магия Лимбадок. Магия Лимбадок. Продолжение следует... Опять же делим. Две единички нам делаем. Будем либо прикрываться, либо с ними атаковать. Либо отдавать их. У них еще больше инициатива. Так, у них иммунитет к замедлению. Плюс они дают 20 морали и удачи дружественным существам. Так, у них еще 6, у них длина хода. Наверное сюда это выдвинуть. Всего одного убивает, конечно. Защита у них неплохая. Академия здесь. Нинечка здесь. Танцоров. Пять, шесть, еще единичка. Так. Надо сюда и сюда остановиться, чтобы не допустить к лучникам. Так, защиту надо накладывать надряд. Наверное их сюда, а фейка сейчас будет этих атаковать. Можно, конечно, сзади ударить, но... Потом десяточка ходит раньше. Боевый дух. Набираем. Сильно нас ударили. Получаем два уровня. Получаем два уровня. Не очень. Тут губернаторский. Получают все их дружественные герои в зоне контроля. Плюс 30. Удача. На 25% больше собирают золото. Рэндомный бонус глобальной карты. Так, давайте этот губернатор, наверное, и на себе будет тоже действовать. Так. Эксперт. И нам нужен... Perfect Strike. Еще один уровень. Так, это наша тема. Давайте строим друидов. Давайте строим друидов. Давайте строим друидов. десять лидерства тут еще можно вверх залезть четыре усиливаем древесную шахту думаю нам как раз уровня 1 хватит здесь и 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 Поэтому так и ходим. Да, они без марада. Ммм, до уровня нам не хватило. Пошли шахты драгоценных ресурсов. Одним стэком. У меня маленькая скорость. Инициатива, вернее, и скорость 4. А если мы на нее наложим метки, у нее скорость еще уменьшится. Если мы сделаем инициативу ниже стрелков, они оставляются. У нее вообще скорости не будет. Ну вот у нее уже скорость 2. Теперь скорость 1. Ну и все. В принципе. Продолжение следует... Не пойму, почему у них мораль снега. Снижается. Продолжение следует... Что нехороших уничтожают только... Так, ну давайте... Перфект Страйк... Отлично, в принципе, все, что я хотел из этих навыков, я взял. Дальше можно уже будет магию взять, магию земли покачать. Так, взяли шахту. Тоже мы отобьем. Это посещено, это посещено. Наверное, в город этого героя посажу. Так, этот ход мы уже строили. Звездное серебро необходимо для ланей. Давайте денсеры построим у нас. Специализация плюс два денсера. Одним стэком, я думаю, что легко. Сейчас стрелков поделим еще на большее количество стэков, чтобы первые два стэка меня наносили. Тройную метку на него. А третий стэк с критическим уроном пробивал. Так, тьма на него не должна никак действовать. Скорость, конечно, у него большая. Можно фейку одну отдать, чтобы он далеко не бежал. Даже ему мы режем очки движения. Так, двенадцать, да, у нас максимальная метка. Сейчас мы должны удачные выстрелы. Теперь нужно дышим cùng мыши. Так, второй... Скорость startkала! Так, объясню. Продолжение следует... Давайте, наверное, все-таки на золото. Так, лидерство у нас есть, навык. Лидерства нет. Так бы тоже неплохо было лидерство. Особенно мне нравится та мобилка, которая дает 10 инициатив. Тут, я думаю, без проблем. Тем более, это лань. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Так, тройная метка. Должна безответная атака быть. Написано, что ответ будет непонятно. Нет, он не знает, что он будет критически, поэтому считают, как будто ответ будет смертельный. Троговый пост. Так, ну давайте магию земли начинаем изучать. Артефакт... Магический. Очки движения закончились. Город садится. Мы строим. Мы уже построили на этом ходу. Конец хода. Начинается третья неделя. Неделя баланса. Мы опять отыграли неделю. Опять примерно час у нас прошел игрового времени. Сделаем очередной перерыв. Продолжим в следующей части. Спасибо за внимание. Всем пока. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok